ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всего несколько часов до одного из самых обсуждаемых и ожидаемых театральных событий года. Сегодня вечером на площади Аболенского-Нагадкова впервые дадут балет. Современная площадь станет площадью средневековой Вероны, где разгорятся любовные страсти семейств Монтекки и Капулетти. А не помешает ли погода представлению Ромео Джульетте в импровизированном открытом театре? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отсутствие оркестра, скользкий пол и пленка на аппаратуре. Так пришлось провести генеральную репетицию балета «Ромео Джульетта». Но, как говорят организаторы, предусмотрено практически все, включая неприятности погоды. По прогнозам, тот циклон, которым пугали, он не такой страшный. Он все-таки такой рассеянный, как гидрометцентр говорит, что такого активного нападка на город не будет. Думаю, что все будет хорошо. У нас есть дополнительные предусмотренные. Если будет, на самом деле, такой дождь небольшой, оркестр не сможет работать. У нас есть запись. Мы будем фонограмму записи музыкального сопровождения, будет фонограмме идти балеты. Декорации спектакля – стены здания Национальной художественной галереи, арки которой закроют специальными декорациями. Полутораметровая сцена расположена на брусчатке прямо под часами с осликом. Кстати, в 9 часов вечера будет его последний выход. После его отключат, причем вместе с уличным освещением и подсветкой ближайших зданий. Также для всех видов транспорта будет перекрыто движение на Ленинском проспекте – от Гагарина до улицы Первомайской. Вернувшись на год назад, вспомним царскую невесту. Это был не только подарок ешкаролинцам ко дню города, но и первый опыт постановки театральной пьесы на открытом воздухе. Подведя итоги, организаторы не скрывали, что проект был не только масштабный и дорогостоящий, но и достаточно сложный в подготовке. Нынче трудностей не меньше. Когда в помещении, там звук по определенным законам отражения. Здесь, конечно, звукового отражения нет, поэтому нужны дополнительные мощности. Вот мы сейчас занимаемся присоединением мощности от трансформатной постанции. Нам нужно до 90 кВт мощности, чтобы обеспечить нормальное звуковое обеспечение. Будем подзвучивать оркестр. Если говорить о царской невесте, которая была в прошлом году, это был Кремль. Это была достаточно закрытая площадка, красивая наша. И мы были в рамках. То здесь, конечно, площадь достаточно большая, и мы должны искусственно ее уменьшить. Здесь нет кулис, допустим, если сравнивать с театром вообще. Поэтому многие мизанцены пришлось поменять. Но есть очень много эффектных вещей, потому что здесь дозволительно выходить с центра сцены и уходить туда. Это тоже достаточно интересно и красиво. Ну а сам архитектурный ансамбль нашей галереи, он просто, ну, создан для Ромео и Джульетта. Вход на премьеру балета Ромео и Джульетта под открытым небом, конечно, платный. Трибуны на 400 посадочных мест будут установлены ближе к Ленинскому проспекту. Левее памятника Аболенскому-Нагадкову места стоячие, где зрители смогут свободно передвигаться и гулять. Начало постановки в 9 часов вечера.